Каждый день автомобилисты и пешеходы спешат по делам и между ними проходит негласное состязание. Кто быстрее преодолеет пешеходный переход? Улица Ефремова – одна из самых оживлённых дорог Армавира. У молодёжного рынка нужно успеть перебежать три полосы и не попасть под колёса. По ведению необязательных водителей, которые не стремятся притормозить у перехода, пешеходы относятся по-разному. Идёшь очень опасно. Вот такой зал вынырает и чуть не сбивает. А его сына, он инвалид. Он проходил здесь. Вот летят. Один пропустил, а другой поехал. Я уже здесь 30 лет живу и в любом месте перехожу. Не пропускают? Пропускают. А вот сейчас вас не пропустила приорона, например? Я пошёл нормально. Стараемся аккуратно переходить, смотреть по сторонам обязательно. Соблюдаем правила сами. Ну, бывает, конечно, что не пропускают, но в основном без проблем даже с ребёнком. А у сотрудников ГИБДД с этим строже. Нарушители тут же останавливают и выписывают протокол. В конце января полицейские дежурили на многих проблемных участках в рамках операции «Внимание, пешеход!». С начала 2018 года на территории города Армавира произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. И, к сожалению, в пяти случаях пешеходам были причинены различные травмы различной степени тяжести. В настоящее время с 24 января по 28 января включительно отделом ГАИ города Армавира проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Непосредственно целями и задачами данного мероприятия является снижение аварийности в данном ключе. За переход дороги в неположенном месте в течение пяти дней было оштрафовано 119 человек. 60 водителей привлечены к ответственности за непредоставление преимущества тем, кто идет по зебре. Каждый автомобилист заплатил от полутора до двух с половиной тысяч рублей в зависимости от степени тяжести нарушения. При назначении санкции мы обращаем внимание на то, ранее ли привлекался человек к подобному правонарушению. Скажем, к общественной опасности. Должностное лицо на месте изучает и делает уже соответствующий вывод. Операция завершилась, но рейды не закончились. Правоохранители ежедневно продолжают выявлять лихачей, подвергающих себя и других участников движения серьезному риску. Только на прошлой неделе двое пешеходов – 17-летняя девушка и пенсионер – попали в больницу после того, как их сбили на переходе. Продолжение следует...